Короче, самый жестокий убийца Индианы, Стивен Джуди. Детство Стивена Джуди было ужасным. Оно прошло в атмосфере насилия, порнофи, инцидент, алкоголя и преступности. Это все, что он знал со дня своего рождения, сказал его адвокат Стивен Харрис. Его отца Вернона часто арестовали за жестокое обращение и избиение своей жены Миртл. Как-то днем Вернон застал Миртл в постели с другим мужчиной и в ответ на это расчленил семейную овчарку. Иногда я вспоминаю, как моя мать наставляла пистолет на моего отца и пыталась застрелить его, вспоминал Джуди. У него была трудная жизнь, если не сказать больше. В детстве Джуди сжег соседский гараж и зарезал одноклассника. Когда ему было 10 лет, Джуди начал толкать старшеклассниц на землю и приставать к ним. Он был пойман во время акта несколько раз, но всегда был освобожден обратно под опеку своих родителей. С возрастом его атаки становились все более жестокими. Когда ему было 13 лет, он постучал в дверь женщины, притворяясь бойскаутом. Оказавшись внутри, он под угрозой ножа изнасил молодую женщину Кэрол Эмик. Закончив, он нанес несколько ударов ножом с такой силой, что нож проломил ей грудину. Затем Джуди бросился на кухню в поисках другого оружия. Эмик дотянулась до ящика в своей спальне и схватила топорик, который они с мужем использовали для походов. Джуди вернулся с мясницким ножом, который он достал из кухонного ящика, но успел выхватить топорик у молодой женщины и разбил ей череп. Женщина чудом выжила. В результате этого нападения Джуди в течение шести месяцев находился в центре содержания несовершеннолетних, а затем был переведен в центральную государственную больницу, где ему был поставлен диагноз сексуального психопата. Он оставался там в течение двух лет, прежде чем был освобожден под опеку новой приемной семьи. Его приемными родителями были Роберт и Мэри Карр. Им никогда не сообщали о его диком прошлом. Хотя он никогда не проявлял насилие по отношению к своей новой семье, его жестокое поведение продолжалось в других местах, и он постоянно попадал в неприятности с законом. В июле 1975 года Джуди вытащил женщину из ее машины и начал избивать. Нападение прекратилось только тогда, когда вмешался прохожий. Джуди было предъявлено обвинение в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, и он отсидел 20 месяцев в тюрьме. Всего через месяц после освобождения он ворвался в машину другой женщины и изнащил ее, угрожая ножом. Он провел год в тюрьме. Два месяца спустя Джуди пришел на местный рынок и, размахивая пистолетом, ограбил перепуганного кассира. Он был освобожден под залог. Вскоре его жестокость достигнет новых высот и в конечном счете приведет его в камеру смертников. 28 апреля 1979 года Джуди увидел 21-летнюю Терри Честин, ехавшую на юг по шоссе в Индиане. В машине с молодой матерью находились трое ее детей. Пятилетняя Мисти, четырехлетний Стивен и двухлетний Марк. Честин собиралась отвезти детей в дом своей няни, а потом отправиться на работу в продуктовый магазин. Джуди жестом указал Честин съехать на обочину, показывая, что ее заднее колесо выглядит неисправным. Он предложил затянуть колесо. Она достала из багажника гаечный ключ, чтобы отдать его, казалось бы, услужливому незнакомцу. Однако вместо того, чтобы помочь, Джуди подошел к передней части машины, открыл капот и незаметно для Честин снял катушку с двигателя. В результате машина не заводилась. Джуди сказал Честин, что он отвезет ее на работу, а детей к няне. Она согласилась, и они все забрались в его машину. Джуди поехал в пустынный сельский уголок рядом с Уайтли Крик, где дети Честин играли у ручья. Когда они остались одни, Джуди повернулся к Честин и связал ее тканью, отрезанную от ее собственного платья. Затем изнасиловал и задушил Честин. Через несколько минут вернулись ее дети. Когда они увидели обнаженное и безжизненное тело своей матери, они начали кричать и плакать. Джуди схватил их и скинул в ледяной ручей глубиной 7 футов, где они утонули. Мать выбросил вслед за ними. Офицер департамента шерифа округа Морган Роберт Уильямс и шериф Дик Аллен были первыми на месте преступления в то утро. Охотники за грибами наткнулись на тело Чести на берегу ручья. Ее ноги лежали на берегу ручья, а все остальное тело было погружено в воду. Раздался крик «Мы нашли еще двоих!». К середине дня все четыре тела были извлечены из ручья. Многочисленные свидетели видели Честин и ее детей с Джуди. Он был задержан в течение 36 часов. Во время суда Джуди спросил, может ли он обратиться к присяжным. Харри согласился и Джуди заявил. «Вам лучше проголосовать за смертную казнь, потому что если вы этого не сделаете, я выйду. И это может быть один из вас или ваших детей». После 30-минутного обсуждения присяжные удовлетворили желание Джуди и приговорили его к смертной казни. «На самом деле я действительно спокоен. Это то, чего я с нетерпением жду», — сказал Джуди в ночь перед казнью. Когда 9 марта 1981 года Джуди подвели к электрическому стулу, он сказал охранникам. «Я не держу на вас зла. Это ваша работа. Мне жаль, что так получилось». В первый раз он проявил какую-либо форму раскаяния за свое преступление. Он также передал свои часы охраннику и сказал отдать их своему товарищу по камере смертников, Джим и Лоури. Джуди был четвертым человеком, казненным в Соединенных Штатах с момента восстановления смертной казни. Еще больше интересных историй на моем канале.